Новый облик казахстанских монет. Теперь надписи на них на латинице. Подлежат ли обмену старые деньги? Одна из самых крупных и страшных аварий в истории атомной энергетики. 33 года прошло со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Перчатки Жаната Жакьянова, хоккейная форма Дмитрия Исмогилова. В Петропавловске состоялся благотворительный аукцион, куда направят собранные деньги. 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий принимали участие больше 3000 североказахстанцев. В 2019 исполнилось 33 года, как случилась эта ядерная катастрофа. Трагическую дату вспомнили в Петропавловске. Ночью 26 апреля 1986 года произошел взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивному загрязнению подверглось 200 тысяч квадратных метров. Опасное облако дошло вплоть до Италии. Об истинном масштабе аварии жителям Советского Союза сообщили только почти через три недели – 14 мая. У памятника жертвам техногенных катастроф вспоминают эту трагедию. Рискуя своей жизнью и здоровьем, в ликвидации последствий на Чернобыле участвовали несколько сотен тысяч человек. У многих не было выбора. В 1988-м Борис Науменко служил в Прибалтике. Уже должен был демобилизоваться, как их взвод перекинули в Украину. Полк располагался в самом городе Чернобыле, где был школа-интернат. Вот в этом здании располагался наш полк. Каждому сразу выдали персональные дозиметры. Нам сразу дали команду не бегать, не торопиться, все шагом. Чтобы не было никаких порезов, ни царапин, ничего такого не было. Иначе это уже шло прямое заряжение. У нас, сколько чернобыльцев есть, 99% инвалиды. В радиоактивной зоне оказались больше трех тысяч североказахстанцев. Они служили там в разные годы. Причина аварии, реальное количество погибших и масштабы последствия до сих пор неточные. Катастрофа на Чернобыльской АЭС – тема, которая интересна не только ученым. Мне рассказывали истории о том, что под самой станцией копали тоннель, где погибло очень много людей, где, находясь там более 10 минут, человек уже умирал. Те люди, которые очищали крыши от этого радиоактивного графита, находились там не более 10 минут, они менялись каждые 10 минут. Один корреспондент, который снимал там, он сказал, что на зубы одевали свинцовую капу. И прошло 26 лет, и он до сих пор чувствует вкус свинца у себя во рту. Сегодня в области проживают больше 350 чернобыльцев. Жан-Сулута Стемирова, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК. К другим темам. Уровень воды на Сергеевском гидроузле за сутки упал на 13 сантиметров. Перелив над гребнем составляет 119. В Сленово-Никольском Козылжарского района вода за сутки поднялась на 6 сантиметров. А в Покровку пришла вторая волна паводка. По данным гидрологов, за сутки вода поднялась на 31 сантиметр. На трассе Челябинск-Новосибирск по-прежнему ограничено движение. В Петропавловске ожидают вторую волну паводка. Сейчас уровень на реке Исиль в областном центре составляет 1003 сантиметра. Критической отметки он достигнет при подъеме еще на 46. Тогда произойдут переливы через дорожное полотно у поворота на Петропавловский рыбопитомник. И автодороги в село Мичурино и Прибрежное. К другим новостям. Отчеканили новые монеты. И сегодня их пустили в оборот. С 1 ноября прошлого года названия нашей страны на гербе стали писать на латинице. А это обязательный элемент реверса монет. Потому эту надпись сменили. На латинице теперь пишется и название вокруг него – Казахстан, Республика Се. А на лицевой стороне внешний вид сменят надпись «Тенге». Ее тоже отчеканили на латинице. Дизайн монет президент Касымжимар Тукаев одобрил 20 марта. Для населения оснований для беспокойств нет. Нет необходимости их менять или обменивать. Монеты старого и нового дизайна на одинаковых условиях будут находиться в наличном обороте. Являются законным платежным средством и обязательным к приему по всем видам платежей. Технические и физические параметры циркуляционных монет, масса, диаметр, толщина, сплав металла остаются без изменений. Дополнительная перенастройка платежных терминалов, а также другой кассовой техники не потребуется. К другим темам. Формирование навыков 21 века – основное направление современного образования. Сегодня в областном филиале Центра Орлео состоялся региональный форум педагогических династий и молодых специалистов. Обменяться опытом и современными методами преподавания приехали около 70 специалистов сферы образования. Подробнее расскажет Татьяна Исельская. На форум собрались порядка 40 молодых североказахстанских преподавателей. Их стаж работы не больше 5 лет. Еще 20 педагогов – это представители династии. Наталья Огневая – учитель уже в третьем поколении. Первый в их семье был в 30-х годах прошлого века. Наталья говорит, ей есть чем поделиться с начинающими специалистами. Молодые должны не разочароваться в своей профессии, потому что вот сейчас учитель трудно работает. Вот через что-то нужно пройти, что-то преодолеть, выделили для себя главное и полюбить профессию учителя. Среди молодых участников форума Сергей Козяйчев. Хон преподает в колледже. Устроился на работу сразу после университета. Такие встречи – отличная возможность обменяться опытом, говорит Сергей. Это общение со своими коллегами, которые работают так же. В школах дают понять, как там идет учебный процесс, в других колледжах, в правильном ли мы направлении движемся. Также диалог с педагогическими династиями. Это уже более опытные люди, которых с поколения в поколение передается знание, как обучать детей. Форум проходил в два этапа. Первый провели заочно. Педагоги пяти регионов Казахстана прислали свои видеоролики. Всего поступило около 50 работ. Молодые педагоги педагогической династии создавали видеоролики по теме форума. И прислали, которые прислали нам, мы размещали их на сайте, в социальных сетях. Что это дало? Это дало активное обсуждение этих роликов. Другие педагоги мотивированы были тоже на участие. Подсоединялись, участвовали, комментировали, обсуждали. Вот это было, конечно, очень здорово. По итогам конкурса лучшие авторы видеоматериалов получат сертификаты и благодарственные письма. Татьяна Есельская, Павел Казаченко, Новость 7 ТРК. Жилой комплекс «Трио» возобновил свое строительство. Три 18-этажных дома в культурном эви-центре города. Это самый большой подземный паркинг, свободные планировки ваших квартир, коммерческая недвижимость, квартиры от 180 тысяч тенге за квадратный метр. Жилой комплекс «Трио» – это квартиры для комфортной жизни. Телефоны 8-715-2-500-445-8705-199-50-10. Улица Театральная, 36, кабинет 3. Хотите заявить о себе или своем бизнесе? Разместите свою рекламу в новостях на муниципальном телерадиоканале. Мы работаем в эфире 20 лет. Нас смотрят. Нам доверяют. Нас выбирают. Приемы детского и взрослого отоларинголога. При необходимости оформление листа временной нетрудоспособности. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Биоакустическая коррекция. Процедура, при которой мозг слышит и лечит себя сам. Метод хорошо себя зарекомендовал в коррекции различных нарушений речи, поведения и обучения. Адрес Горького 172, бывшая гостиница «Восход». Телефон 46-08-73. Мы продолжаем выпуск. 28 апреля кафедра Ассамблеи народа Казахстана отметит свой день рождения. Ее открыли пять лет назад в СКГУ. В канун праздника собравшиеся говорили об истории создания кафедры и ее роли. А те, кто вносит большой вклад в ее развитие, поощрили грамотами и благодарностями. На торжестве побывала съемочная группа МТРК. Бесценные научные материалы и статьи преподавателей и студентов. Их тщательно отбирали и обрабатывали, чтобы создать методические пособия. Здесь их свыше 50. Это научная база кафедры Ассамблей народа Казахстана. 28 апреля она отметит свой пятый день рождения. Идея создания кафедр принадлежала первому президенту нашей страны, лидеру нации, Нурсултану Назарбаеву, который выдвинул идею проведения лективных дисциплин, образовательных курсов в университетах. С 2013 года в вузах нашей страны стали создаваться подобные кафедры. На сегодняшний день таких кафедр в республике насчитывается более 40. И если говорить о нашей кафедре, то она была создана одной из первых. Сейчас кафедра объединяет представителей 32 национальностей. Помимо научной, студенты занимаются воспитательной и образовательной деятельностью. Кстати, учащимся оценки не ставят, ведь они учатся поддержанию мира и межэтнического согласия в стране. В канун дня рождения особо отличившихся поощрили грамотами и благодарственными письмами. Ольга Штро в этот день получила почетную грамоту главы региона. Она была редактором и разработчиком многих методических пособий. В СКГУ работает 33 года. Мною был издан совместно с другими членами нашего научно-методического объединения учебно-методическое пособие. Оно связано с трехязычием. Это очень важный вектор развития в нашем образовании и вообще в обществе. В этот день свыше 30 преподавателям и студентам вручили благодарности и грамоты. На сцену приглашали тех, кто внес большой вклад в развитие кафедры. Айгири Мукашева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. К другим темам. Швейцария, Норвегия, Дания. Эти страны возглавляют десятку самых экологичных государств мира. Китай, Южноафрика, Индия до вершин этого рейтинга далеко, как и Казахстану. Будущее планеты за молодежью 21 века. В этом уверены участники международного экофорума, который провели в Североказахстанском профессионально-педагогическом колледже. В нем приняли участие около 100 человек. С молодежью, которая борется за чистоту планеты, познакомилась наша съемочная группа. История 12-летнего африканского мальчика Айзави, живущего на свалке в Акбокблоше, побудила Махабад Кокунова участвовать в экофоруме. О загрязнении окружающей среды мусором и стихийных свалках важно и нужно говорить, считает девушка. В Петропавловске эта проблема очень актуальна. Мысль такова, чтобы просто не выкидывали мусор на улицах, на дорогах. И для этого приспособлены мусорки. Если мы не будем выкидывать мусор на улицы, то это будет чистый город, чистая страна, чистая совесть. Мусорный хай-тек, опасные продукты, нерациональное использование природных ресурсов. Поговорить об этих проблемах в Североказахстанском профессионально-педагогическом колледже собрались ребята со всей области. Студенты из других городов страны и соседней России тоже участвуют в экофоруме. Свои работы они прислали по почте. У нас форма проведения как очная, так и заочная. Будет работать две секции. Одна секция по предмету биологии, другая секция по предмету физики. В нашем колледже работает экологический клуб «Атомикен», который ежегодно проводит международные, областные экологические мероприятия. Космический мусор не на шутку уважает искусственным спутникам. А это секция по физике. Здесь молодежь обсуждает влияние космических отходов на экологию планеты. Говорят об альтернативных источниках энергии, а также о воздействии изобретений человечества на природу. Идея проекта Большого андронного коллайдера родилась в 1984 году и была одобрена только в 1994 году. Строительство началось в 2001 году. Через пять лет строительство завершилось. Артем Теркачев показывает, к чему может привести использование Большого андронного коллайдера. Студент рассказал о теории ученых, согласно которой ускоритель заряженных частиц способен уничтожить нашу планету. Есть мнение, что из-за него, что он может вызвать черную дыру, и она постепенно все поглотит, всю землю. Молодежь играет большую роль в сохранении нашей планеты, а экологические форумы – это площадки, на которых горят нужных вещах. Всего в экологическом форуме приняли участие около ста студентов. Авторы лучших проектов получили грамоты. Ребята посадят деревья на аллеи молодежи профессионально-педагогического колледжа. Дарья Пушманцева, Адель Нуржанов, Новости МТРК. История любви, которую знают во всем мире. В Петропавловске состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта». На этот раз шекспировскую трагедию показали члены молодежного крыла филиала казахского общества слепых. С их интерпретацией знаменитой истории любви познакомилась наша съемочная группа. Все равно уважаемых семьи ведут междоусобные бои. Друг друга любят дети главарей, но им судьба преподносит козни. Для членов молодежного крыла казахского общества слепых это важный и волнительный момент. В месяц они готовились, чтобы представить на суд читателей специальной библиотеки свою версию шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». В 30-минутной постановке задействовали 9 человек. Костюмы для них все это необычно, как ориентироваться на сцене, нужно эмоционально играть, что для них тоже впервые. Подготовка началась месяц назад, кому-то приходилось очень крупным шрифтом распечатывать слова текста и заучивать, кому-то я отправляла голосовые сообщения, выразительно читала, начитывала, они прослушивали и так уже постепенно они тренировались. Роль Джульетты играет Аяна Каэржан. Девушка говорит, что всегда мечтала стать актрисой, но из-за проблем со зрением во многие кружки ее отказываются брать. Аяна видит в своем персонаже много грани, каждую из которых она старалась показать на сцене. Этот персонаж, он такой, скорее всего, независимый, потому что так, как ей приказала матушка, она все-таки ее не послушала и почувствовала свое сердце. Ей хотелось любить все-таки Ромео, потому что она чувствовала с ним себя хорошо и уютно. Но, видимо, ей не повезло, но все равно они все-таки вместе остались, хоть и на небесах. Шупара Браева тоже с нетерпением ждала премьеры. Текст и роль далась женщине легко. Она сыграла Леди Капулетти. Интересная, конечно, роль быть. Женщина такая болевая, своедравная. У нас есть драматический кружок, мы участвуем в каких-то мероприятиях своих. Первый раз такое театральное представление. После финальной сцены зрители долго аплодировали артиста, но не скупились на комментарии. Молодое крыло общества. И спектакль, конечно, слов нет. Молодцы ребята. Очень понравилась Жульетта, как играла. Последняя сцена прямо тоже в глазах появилась. Удивительно. Молодцы ребята. Благотворительный концерт «Мечты сбываются» прошел в Петропавловске. Его организовал местный филиал республиканского фонда «Харикет». За полтора года он осуществил заветную мечту 89 казахстанских семей. У них появилась своя крыша над головой. Для собравшихся выступили творческие коллективы города. А еще провели аукцион. Поскольку оценили боксерские перчатки жена Тажакьянова и хоккейную форму Дмитрия Смогилова, расскажут мои коллеги. На любой вкус и кошелек. В коридоре Дома культуры развернулась небольшая ярмарка. Вырученные деньги пойдут в фонд «Харикет». Помогут нуждающимся казахстанцам. Потому носить такие украшения будет вдвойне приятней. К сегодняшнему дню я приготовила эти украшения. Их я сделала своими руками. Спрос есть. Люди подходят, покупают. Обаятельные и неугомонные маленькие цыплята зажгли зал. Кстати, ансамбль «Куанаман» – частый участник благотворительных концертов Республиканского фонда «Харикет». Его создали полтора года назад. По всей республике фонд «Харикет» помог 89 многодетным семьям обрести крышу над головой. Четыре из них в северном Казахстане. Мы проводим различные челленджи, спортивные мероприятия и концерты. Уже провели три. Это четвертый. Мы назвали его «Мечты сбываются». Билет на концерт стоит от одной до двух тысяч тенге. Вырученные деньги помогут семьям обрести свой дом. Желающих поддержать нуждающихся, а заодно и насладиться концертной программой оказалось немало. Как и артистов. Баймбет Квайдулов, к примеру, никогда не отказывается выступить на благотворительных мероприятиях. Я считаю, что каждый из нас должен помогать друг другу. В нашей стране немало многодетных семей, которых нужно поддержать. Может, мой вклад и небольшой, но если каждый сделает шаг, протянет руку помощи, то счастливых семей станет намного больше. В завершении вечера аукцион. Перчатки Жаната Жакиянова выставили за 10 тысяч тенге. По итогам торгов цена увеличилась вдвое. Забрала боксерский атрибут Кулемко Смаилова. Я купила перчатки всемирно известного чемпиона. Этим очень счастлива. Не только тем, что я держу их в руках, но и тем, что я хоть чуточку приблизила чью-то мечту иметь свой дом, чтобы дети спали в своих кроватках, чтобы в нашей стране не было никогда нуждающихся многодетных семей. А вот форму нападающего хоккейного клуба «Кулагер» Дмитрия Исмогилова оценили меньше. За нее дали 12 тысяч. Всего за этот вечер фонд «Харикет» собрал 400 тысяч деньги. Агири Мукашев, Арсам Тлюжанов, Новости МТРК. Достопримечательности столицы Казахстана смогли увидеть в Москве. Свою коллекцию «Нурсултан» на 23-м национальном конкурсе «Золотая игла» представил Петропавловский детский театр моды «Тамирис» и занял там второе место высшей лиги. Такую же награду получила одноименная линейка костюмов. С юными дизайнерами и по совместительству моделями познакомилась женсу Утостимирова. Батирек, Ханшатыр, Зажигалка, Пирамида. В этих костюмах несложно узнать достопримечательности нашей столицы. Коллекция «Нурсултан» на конкурсе Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла» заняла второе место в номинации «Архитектура и мода». Показ проходил в Москве, участвовало порядка 50 коллективов. Казахстан представлял только театр моды «Тамирис». Мы как бы обратились к тому, что с нами рядом. С нами рядом наша столица, которая недавно создалась. Она как новый эксперимент в архитектуре, который соединяет в себе восточные тенденции и европейские. То есть все в комплексе. И мы подумали, что это будет самый удачный вариант этого воплощения в одежде. Над коллекцией работали больше полугода. Девочки сами себе шьют костюмы, сами выступают моделями. Всему этому их учат здесь, на занятиях по хореографии, театральному и прикладному искусству. Поэтому то, что зрители видят на подиуме, это результат регулярных репетиций и кропотливого труда. Порой даже хочется все бросить, никуда не ехать, просто перестать ходить. Но потом ты находишь в себе силы, ты заканчиваешь эту коллекцию с достоинством, потом ходишь по сцене с чувством эйфории, с такой гордостью, что это ты делал своими руками. Сложности были в том, что некоторую ткань машинка не брала, и пришлось пришивать все вручную. Коллекция уникальна тканями, которые тут представлены, что все такое блестящее, эти стекла. Мы изготавливали вот это пальто вместе, вдвоем, вышивали все это, стегали вручную. И поэтому это заняло довольно-таки много времени, но я думаю, я довольна результатом. К нам даже подходили девочки из других коллективов и спрашивали, откуда мы, потому что они интересовались такими коллекциями, вот костюмами. Петропавловский театр мод в Москве уже своим. В ассоциации детских творческих коллективов «Золотая игла» Тамерис состоит с 2002 года. С тех пор и принимает участие в конкурсе известного российского модельера Вячеслава Зайцева. Этот раз был особенно успешным. Оценили в Москве и вторую коллекцию театра мод. Золото, меха, национальный узор. Это коллекция Тамерис. И уже семь лет. Видимо, она ждала своего времени. Московские кутерье присудили линии второе место. Кстати, в этом году на «Золотую иглу» впервые ездил младший состав театра. «Играем в моду» – так называлась их номинация. Призовое место девочки не получили, но его компенсировали эмоции и воспоминания от поездки. Жан Сулута Стемирова, Павел Казаченко, Новости МТРК. В столице Катара, Дохи, завершился 23-й чемпионат Азии по легкой атлетике. Там северказахстанские спортсмены Михаил Литвин и Маргарита Мукашева стали бронзовыми призерами. Сегодня именитых бегунов встречали на родине друзья, тренеры и наша съемочная группа. Море улыбок, поздравления и цветы. Для Маргариты Мукашевой это четвертая медаль чемпионата Азии. В копилке еще одна бронза. Ее спортсменка забоевала на дистанции 800 метров. В целом довольна результатом, потому что тактически грамотно провела забег. Немножечко не хватило на финиш. Но в принципе я показала то, на что я была готова и своим результатом на сегодняшний момент я довольна. Рад своей бронзе и Михаил Литвин. Еще бы, на этом чемпионате атлет побил собственный и поставил новый рекорд Казахстана. 400 метров он пробежал за 45,25 секунды. Обогнали его спортсмены из Бахрейна и Кувейта. Перед финальным забегом поставили на девятую дорожку. Она не очень удобная, я бы даже сказал, совсем неудобная. Потому что ты не видишь соперников. Иногда ты бежишь, можно за кем-нибудь потянуться. Или кто-то начнет побыстрее, ты за ним будешь упираться и бежать быстрее. А тут ты никого не видишь и приходится бежать своим темпом. Когда спортсмены из других стран прошли через 8-9 стартов, наши только начали сезон. Поэтому тренерам пришлось форсировать подготовку. Рано, конечно, эти азиатские соревнования. Если вся Азия, у них уже середина сезона, у нас еще он и не начинался. Приходилось вот как бы подводиться в рабочем режиме к этому. Высокого результата не планировали, так как очень ранен старт. Договались так бежать по настроению, как сложится. Ну вот, сложилось так, что два рекорда подряд. Сейчас спортсмены готовятся к следующим соревнованиям. Маргарите нужно пройти отбор на чемпионат мира, а Михаил уже точно представит нашу страну на этом первенстве. Кстати, оно тоже пройдет в катарской Дохе. А из глобальных планов – получить лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Алена Хан, Павел Казаченко. Новости МТРК. В этом году в Петропавловске пройдет чемпионат МВД по Казак-Куресе. А пока полицейские готовятся и проходят отбор. Сегодня они соревновались на базе спортивного общества «Динамо». Сняв кители, надев спортивную форму, за звание сильнейших боролись представители 12 команд из районных отделов городского управления и областного департамента полиции. Победители представят наш регион на первенстве страны. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»